Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня наблюдаем за ростом цен и соединяем континенты. Микросхемы будут дорожать. По информации издания Nikkei, в ближайший год продолжится рост цен. Эта тенденция обозначилась в четвертом квартале 2020 года на фоне глобального дефицита полупроводниковой продукции. И она сохранится в будущем году. Цены растут под действием нескольких факторов. Большие траты на материалы и логистику играет роль и конкуренция производителей устройств, стремящихся обеспечить себе достаточные складские запасы. Компания TSMC, к примеру, в конце августа объявила, что повысит цены на некоторые изделия на 20%. Ее менее крупный конкурент UMC с конца прошлого года уже увеличивал цены несколько раз. Отраслевые источники сообщили изданию, что TSMC пытается бороться с избыточным бронированием мощностей. Это ситуация, когда покупатели заказывают больше микросхем, чем им нужно. Ажиотаж стимулирует рост цен, и это же затрудняет TSMC определение реального спроса. А специалисты аналитической компании CounterPoint Research обнаружили, что разработчики микросхем уже платят на 40% больше за выпуск продукции, изготавливаемой по относительно старым технологическим процессам. Все потому, что именно в этом сегменте сейчас наблюдается наиболее острая нехватка мощностей. Тенденцию к росту имеют цены на всех этапах производства, от поставок материалов до упаковки и тестирования готовых чипов. Google соединила два континента и сделала это с помощью кабеля. На днях близ испанского города Сапелло произошло значимое событие в области телекоммуникаций. Компания Google подвела к берегу Бискайского залива подводный кабель, который проходит по дну океана от самих Соединенных Штатов Америки. Подобные кабели обычно прокладываются консорциумами телекоммуникационных компаний, которым платят менее крупные компании за их использование. Кабель Google назван Грейс Хоппер в честь американской ученой и программиста, которая также была контр-адмиралом флота США. Эта линия связи проходит от Нью-Йорка до корнвейльского приморского курортного города в Будде в Великобритании и Бильбао в Испании. Его длина до Великобритании 6250 километров, до Испании 6300. В период пандемии человечество стало больше пользоваться интернетом. Телекоммуникационные компании пытаются изыскать все новые способы удовлетворить спрос, и Google не единственная компания, которая хотела бы самостоятельно контролировать жизненно важную инфраструктуру. Корпорации Microsoft и Facebook, например, совместно с телекоммуникационной компанией Telxius владеют кабелем Mare, проложенным между США и Испанией. Работа токаря стала более цифровой. Достаточно загрузить 3D-модель, установить заготовку, а дальше всю работу выполнит техника. Причем точно и быстро. В Высшем политехническом колледже Караганды установили новое оборудование. Оно позволяет готовить специалистов в соответствии с запросами предприятий. Ведь сегодня мало знать основы металлообработки. Необходимо уметь работать на станках с числовым программным управлением. Процесс обработки дерева, металла и пластика в этой учебной мастерской управляется с помощью манипулятора мышь. Достаточно закрепить заготовку в станке, и все последующие действия резцом можно производить при помощи мыши в эдаком ручном режиме, но есть и полностью автоматически. Стоят ограничения по выдвижению самого стола, по осям X и Y, то есть он не может выдвинуться за свои пределы, ну, соответственно, это элементарные требования техники безопасности. Оператор, который выполняет какую-либо работу, он может находиться даже не рядом со станком, а наблюдать за, скажем так, виртуальным столом, который отображается на мониторе компьютера. Оборудование дает возможность быстро и без риска для здоровья вытачивать детали или рисунки на заготовке. Даже в случае с самым сложным узором на обработку одного квадратного метра древесины уйдет не более двух часов. За всеми преобразованиями можно следить на экране монитора. Это гораздо комфортнее, чем находиться в шумном производственном цеху. Главное — уметь читать чертежи и понимать расположение предметов на координатной сетке.